То есть молиться опять же это неправильное слово, вы узнаете на что вам оказать влияние силой души, на что похуже, потому что молиться это тактично, вы молите к Богу, а в этом случае мы не молимся к Богу, мы говорим от имени Бога. Вот она через двину? Нет, сливается. Ну, не четко. Ну вот так прочитать могу, но он все равно как-то от свечи. Максимально. Вот если я свезлю глазами, сведу немного, я прочитаю, по-моему, в ближайшие пироги. Хорошо, если белок на тройку заполнить. Больше у вас ничего не будет. Маленько, говорит, видимо, сейчас сведет начнет. Уже сегодня. И ваша спинка все здорово? Все здорово. Все в коленке. В коленке попали. Я была на свете и целении, и они у меня в состоянии намного лучше. Но еще проблема есть. Ну, гагаринка. Ага. Хорошо. И подживудочная будет хорошо? Ну, я могу сказать, что я ее давно не проверяла, но я не знаю. Хорошо. Хорошо. В данный момент у вас. Хорошо. Опять же, мы девки потом говорили. Вообще, их 9 пунктов. Я буду говорить завтра, буду подробно рассказывать. Приходите завтра. Если вы хотите быть техниками и исцелением, приходите завтра. В первых. Первый пункт, мы говорим, это что? Преднание авторитета Библии. Как только ты возложишь руки на глаза с верой, это ожидание, а не исцеление. Второй момент. Бог любит людей. Мы носим в служение оправдание. У каждой болезни есть своя причина. Это такое обвинительный акт против человека. А Бог простил людей, тогда что мы делаем? Исцеление – это акт прощения. И мы утверждаем то, что Бог простил служение оправдания. То есть мы не рассматриваем грех, обиду, непрощение, как препятствие получения исцеления. А рассматриваем это как подарок, который Бог уже совершил, еще до того, как Чуковича родился. Аминь. Это то же самое. Любовь, осознание любви Бога к нам, к людям, через призму нового смысла. Рим. 5.8. Еще раз. Что Бог послал Сына за наши грехи, когда мы еще более грешни. Хорошо. Такое же самое. Дух Святой, спасибо. Я благодарю Тебя за души исцеляешь. Мое имя Иисус Христа. Прямо сейчас. Боже, теки в ее теле от макушки до пят. И я приказу слепому духу оставить ее тело и выйти вон. Прямо сейчас. В имени Иисуса Христа. Я беру власть над глядоропой детальной благостью и повелеваю выйти вон. Прямо сейчас. В имени Иисуса Христа. Все причины потери зрения уходят. Вот это и пророческое формирование. Ты даешь слово. Уходят. Уходят. Ты даешь программу. И дух Святой начинает действовать. Жизнь. Жить это как река Жить. Ты даешь строительное действие. Сила Божия начинает менять все обновленные человека. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо за то, что исцеляешь. Во имя Иисуса Христа. Течет. Глаза становятся здоровыми. Спасибо, дорогой. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Исцеляются сосуды. Исцеляется голова. Исцеляется шея. Исцеляется живот. Исцеляется сердце. Исцеляются сосуды. Кровопрощение восстанавливается. Зрительные нервы исцеляются. Во имя Иисуса Христа. Колени исцеляются. Боль уходит. Дух Святой Твое. Спасибо. Спасибо, благодарю Тебя. Свобода. Спасибо, Дух Святой Твое. Когда мы воодушили руки, задали слово программу. Программа Божьего обетования начала работать. Божье обетование как программа начало работать. И она имеет определенный период, и мы должны узнать. Но мы не можем сказать точно, когда-то, в одну секунду, но мы знаем, что когда мы будем действовать, когда раз два руки, тело будет двигаться, менять, а мы ожидаем это прямо сейчас. Поэтому в следующем, что мы делаем, это в глаза. Классификация исцеления и характеристику данного действия мы не должны делать через какой-то промежуток в Риме. Мы должны делать характеристику действий вообще, вызвать. То есть, как Иисус, Который сказал, что на утро это произвело действие. Какой-то процент. Так же и дело. Но мы, как евангелисты, признаны, что добиваться этого понятности. Поэтому мы уже в руки. И опять, Дух Святой, спасибо! Благодарю Тебя! Прямо сейчас Твоим Иисус Христа моментально исцеляется в нас. Вот, например, вот моя твоя женщина. Мы вчера молились для Вас. И только утром Вы поняли, что Ваши глаза могут видеть свободно. А вчера нет. И глаза исцелились. Вы без очков пришли. И читаете без очков. Целый день. А еще раз очков будет. Дух Святой, спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо, Иисус. И Твое слово верно. Ты повторил слово. И оно стоит на Нее. Ты в род каждое поколение. Везде Твое слово. Спасибо Тебе, Святого. Спасибо. Ты сказал два душа трубки вызовет. Мы ожидаем это. Прямо сейчас Глаза начинает видеть. Или он, собственно, повелевает глаза. Видите. Прямо сейчас. Фокус. Четко появляется. Четко появляется. Четко появляется. Четко появляется. По имени Святого Христа. Дух Невочный, Духなんです тоже. Выйди прочь от макушки на пярке, исцеление и свободность. Исцеление и свободность. Дорогой Иисус, спасибо. Когда ты уможешь, когда ты слушаешь, удерживай свое умыше в пункте номер один. Библия гаранты. Бог любит. Бог любит и это делает, потому что Он любит. Нет никаких препятствий. Ни грехи этой женщины, ни проклятия этой женщины, ни родовые проклятия этой женщины, ни обида, ни какие-то любые качества, чувства, ни ее грехи не являются препятствиями исцеления. Это пункт номер два. Никаких, ну, у тебя может быть, а вдруг, а вот, наверное, из-за этого, а может из-за неверия, а может из-за того. Так же само думали ученики и не выгнали беса из мальчика. А Иисус сказал, нет. На самом деле время его исцеления уже есть. Я Ему назначу. Аминь, никаких препятствий нет. Это пункт номер два. Это пункт номер два. А с однами любит Бога, с людьми. Дорогой, спасибо. Ты любишь. Ты любишь эту женщину. Ты обещал дать тебе жить. Прямо сейчас, на основании твоего решения, повелевая глаза видеть. А вода начинает видеть. Все тело в жале уже. Ну, действие идет. Действие идет. Вы чувствуете? А что вы чувствуете? Я чувствую просто внутри, вот в этом месте что-то происходит, какое-то движение такое. То есть, все тело начинает не только в глазах исцеления. Потому что все части тела взаимодействуют между собой. Мы говорили уже ранее, что причина зла, потери зрения может быть множество. Первое. Суженные сосуды. Это эотихондроз, спина, желудок, сахар крови, поджелудочная работа сердца. Само повреждение гладного яблока. Неправильное кровообращение к ревному ногу. Все это круче причин. И все это может быть связано над весом. Поэтому иногда мы... Глода — это самый сложный механизм человечества. Глода — самый сложный орган. И он взаимодействует различными вещами. И поэтому причина может быть так. И когда мы хуже ногу, но предлагаем руки на глаза, когда исцеление уже происходило не в самих глазах, а где-то там. Но здесь ходят области щитовидки. Области легких и щитовидки происходило и начало исцеление. А это взаимодействие. Что-то, что-то, что-то. Хорошо, проверяй. Ну, лучше. Стало лучше. Вот смотрите. Все. Когда что-то начало меняться, начало импульс игнорить, начало регуляться, зрачка-ить. Ну, вот так еще раз разрывается. Ну, так как бывает. Могу меньше лишь лет. Задолженно. А тебе надо благодарить и запрошить. Знаешь, по имени Гриста, правда, сейчас вода будет... Да, оно пишет. Алло. Ну, я думаю... Так видно. Ой, еще нет. Там же еще такие вещи. А где ты бедная? Я могу отдам тебя до души и селешь. Правильно, чищеный моим едетам. Гла-ла... Ну, ничего, это было уже лучше. Это техника, друзья. Я уже быстро это делал. И тут спасибо. Прокрутил глаза. Открывать. Ну, лучше. Прочитайте что-нибудь. Прочитайте какую-то фразу. Ну, опять прищуриваю. Прищуриваю. Против болезни. Его воля в том, чтобы все были истинены и спасены. Олевое. Олевое. Прищуриваю. Когда человек прищуривает, это создание давления. Формирование давления. И кровь идет по сосудам. Ты выдаваешь давление. Вот так вот. Ну, посмотрите, что происходит. Раньше она прищуривалась и не видела. Давления было недостаточно. Произошло исцеление в сосудах. Еще. И в этот момент она начала улучшивить. То есть, способность кровотока улучшилась. Поэтому, даже если вы щурите немного, это хорошо. Все больше и больше. Вот привычки щурить круга. Это привычка. Дух Святой, спасибо. Благодарю тебя. Наживайте глаза. До конца. Свобода. 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 Да. Даже кратки потерял. Жаром отдал. Иисус, спасибо. А кто это нам отдал? Аминь. Уже не чуется. Даже уже не чуется. Аллилуйя! Видите, как происходит техника лепестки на ваших глазах? Происходит чудо. Короче, вы не врубаетесь. Я понимаю, что вы не привыкли к этому, но я понимаю, что у вас еще нет такого страха. Вот почему я вам пришел к мышлению. Формирование, ну, ожидание. Ты входишь в эту реальность. Подождите, просто смотрите. Скажите, я могу. Я могу. Укрепляющий мне Иисусе Христе. Укрепляющий мне Иисусе Христе. Я могу видеть. Я могу видеть. Даже самый милкий шлифт. Даже самый милкий шлифт. Спасибо, Иисусе. Спасибо. Я уснул. Что тут пинни делал? такой как и лицик, в которой проводки ковыряются да, вот там, вот здесь, в этой части не надо, вот здесь, как будто развеют, так проводки меняют так, вот, спасибо, какого-то вода, лучше видно, но еще вот, но больше за него вода так, слово Бога, это наше знамое, а сейчас наш опыт должен сравниться с писанием, а не наоборот меня зовут Ольга, вчера молились за мои глаза и говорили о том, что о коленях и, в общем-то, желудке и вы сказали еще, что у меня поджелудочное, у меня мысли проскальзывали насчет поджелудочное я хочу сказать, что исцеление в процессе, но уже лучше, один глаз, он вообще прекрасно видит но хочу сказать о чем, что в коленях у меня днем исцеление началось еще до того, я была на служении, да но по ночам я просыпалась и ночью, у меня ночью приходили боли в коленях, сегодня ночью я проснулась, вы знаете, боли нет аллилуйя, вы вчера читали без очков, да, да вы уже читаете без очков или опять одели очки? ну я и без очков читаю, и иногда, когда начинает расплываться, то еще пока не важно значит, друзья, я вам говорю, и вам, и вам, вы знаете, проблема возвращения болезни, это компромисс если у вас расплывается, ложите руки на глаза и сказали, так, глаза, вы уже исцелились я вам приказываю начинать видеть, я запрещаю возвращение старых симптомов, глаза продолжайте видеть, аминь? читайте это и есть, да, тайная истина, закрытая течением многих свек, реков и поколений, которые теперь Бог открыл людям своим аллилуйя вы раньше так не читали? так нет, понятно два дачи, слава Богу главное